всем привет мы продолжаем изучать серию galaxy a и настал черед самого доступного телефона в ней galaxy a 10 стоимостью 9990 рублей взял за свои чтобы поделиться настоящими впечатлениями не зависит от мнения марки или чего то еще и взял я его в красном цвете на мой взгляд самый лучший цвет для galaxy a 10 из его цены менее 10000 рублей следует что это компромиссный телефон основные характеристики вы видите сзади здесь нет вай фай на 5 гигагерц здесь нет nfc здесь нет сканера пальца но это смартфон от а бренда от уважаемого известного бренда не китайский знаю что многие не любят китайские смартфоны и вот для них а 10 станет отличным вариантом до 10000 рублей хотя лично я не вижу ничего зазорного в том чтобы купить какой-нибудь сяоми там или он до десятки телефон запакован у него здесь две ломбы хочется поскорее увидеть в живую о блин прикольный красный цвет конечно до красного ван класса не дотягивает но он прям такой знаете сочный выигрышный так шикарный цвет ребята если вы рассматриваете а 10 то вот в этом цвете прям рекомендую посмотреть я забрал его последний со слов продавцов то есть это последний для меня отложили я зарезервировал и те кто брал помимо меня я думаю все тоже довольно очень сильно спереди черный сзади красный отличное сочетание комплект простой документация чехла нет блок зарядного устройства он идет на 5 вольт и 1 ампер иголка извлечения sim и кабель micro usb в отличие от a20 a30 и a50 здесь разъем micro usb находится он на нижнем торце ну аудио разъем сохранен хотя это не удивительно было бы странно если бы из бюджетки вырезали в комментариях люди спрашивали одинаковые ли блоки питания у а серии ну вот посмотрите это а10 это а20 это а30 это а50 у а20 а30 а50 одинаковые блоки питания fast charge поддерживают цвет отличается в зависимости от цвета корпуса а этот вот совсем дохленький блок у а10 идет ну типа экономия на все комплектация у ашек очень похожа но у а30 а50 в коробочке также лежит простенькая очень такая дешевенькая гарнитурка но вот собственно семейство а10 20 30 50 красный а10 в такой расцветки мне кажется смотрится не дешевле чем а 50 в черном исполнении в таком переливающимся градиентном а вот так они смотрятся спереди фоновый рисунок кстати везде отличается оттенком здесь он такой синего с красна здесь более зеленый здесь синенький здесь темно-синий бровь у а10 и а20 более скруглена и многие в комментарии отписываются что такая форма выреза нравится им больше чем вот такая ну то есть прикалываться на samsung типа в бюджетке поставила более красивый вариант как считаете как лучше а10 и а20 они очень похожи на самом деле у а20 больше диагональ однако разрешение у них одинаково у них одинаковые чипсеты одинаковый объем встроенной памяти 32 гигабайта отличается оперативка здесь 3 гигабайта здесь 2 гигабайта но в быстродействии интерфейса они абсолютно идентичны и то есть не могу сказать что а20 и за счет лишнего гигабайта ведется более быстро но конечно скажется на многозадачности еще хотите верьте хотите нет но экран а10 мне нравится больше чем экрана 20 потому что здесь amoled с разрешением hd plus а здесь ips с разрешением hd plus ибо 20 есть пентайл пентайлище шрифт у него очень рыхлый и ну глазам не комфортно серьезно говорю если не верите то сходите в магазин и убедитесь не ведитесь на более сочную картинку у а20 за счет amoled а 10 более естественный более четкий у а20 есть небольшое преимущество в виде нескольких режимов экрана если вам не нравится сочный ядерный amoled то возьмите фильм фото или основной в основном вообще по контрасту он как IPS к выглядит по балансу белого а10 конечно холодноват возможно покажется зеленоватым каким-то но а20 с другой стороны несколько теплый со всеми настройками он тепловат если менять в холодную сторону вот что-то вот подобно теперь они похожи немножко стали по температуре но повторюсь разрешение одинаково но из-за пентайла а 10 намного приятнее глазам а 10 сохранил преимущество старших моделей а здесь две сим-карты и карта памяти тройной лоток все вставляется отдельно и это здорово стало интересно чей динамик громче у а10 или а20 опять же на мое удивление у а10 динамик громче это как это так конечно динамик сзади будут перекрываться на поверхности но то что он сам по себе громче динамика 20 наводит на странные мысли какие именно странные я не могу сказать но они странные у а20 и а30 сканер пальца на спинке вот в этом месте у а50 сканер пальца в экране а у а10 сканер пальца вообще нет хотя могли бы за такую цену его и поставить но зато есть аннук по лицу и работает он довольно шустро на обеих моделях как видите ну было бы удивительно если что-то отличалось потому что процессор одинаковый и алгоритмы одинаковые и вообще даже у s10 предпочитает от блокировка по лицу а не по сканеру пальца в экране потому что удобно ты берешь его там включаешь экран сразу и аннукнулся и попал куда тебе надо на рабочий стол или в программу какую-то если смотреть на характеристики то камеры у а10 и а20 вроде бы одинаковы 13 мегапикселей и светосилы 1.9 однако в девайс инфо выясняется что сенсоры разные в а10 samsung у а20 sony amx 258 кстати такой же сенсор стоял в lg 6 samsung вообще любит рандом мы знаем что во флагманской серии с с 8 там из 9 встречаются сенсоры и от sony и от самсунга поэтому не удивлюсь если у а20 применяется и sony и samsung его 10 и sony и samsung применяется мне вот так просто попалась к огромному сожалению а 10 лишился ширика камера у него одинарная интерфейс оставили похожим на старшей модели но верхнее значение это двукратный цифровой зум ширик конечно хорош возможно у а10 не лучшая камера в сегменте до 10000 но фотографирует он вполне уверенно и каких-то существенных отличий от того что получает а 20 за 14 тысяч я не увидел а 20 кстати фото это очень похоже на а 30 который стоит уже 16 тысяч рублей то есть вы понимаете да а 10 за десятку фотографируют примерно как от 30 за 17 тысяч да он не лучший возможно немного ошибается баланс белого но детализация высокая фотографирует он быстро и без смазов в темное время суток конечно печаль но в темное время суток почти у всех печаль даже у из 10 в которой скоро наконец-то должны завести ночной режим сэлфи камера здесь всего на 5 мегапикселей самое низкое разрешение из серии а и фотографии получается ну на 5 мегапикселей детализация могла бы быть выше кожа имеет какой-то несколько неестественный оттенок а ну еще конечно есть режим красоты можно увеличить глаза и превратить себя в азиатскую красотку пример видео на samsung galaxy а 10 разрешение фулочки телефон не только одна камера на камера можно переключаться сейчас очень ветрено на улице я сомневаюсь что микрофоны ашки справиться но тем не менее вдруг вы живете где-то в ветреных областях и для вас это будет полезно в две руки я взял телефон чтобы картинка была более стабилизирована цифровой стабилизации в телефоне нет оптической тем более следящий автофокус однако есть работает оригиналы фото и видео я залил на файлообменник так что качайте и смотрите на компьютере делайте свои какие-то выводы перед игрушками решили прогнать разочек antutu 88 тысяч получилось у а 10 а 20 95 с половиной тысяч процессор то одинаково 78 84 возможно сказался лишний один гигабайт оперативной памяти игра тактикул поставил 60 fps графика средняя и идет вполне неплохо около 50 fps самая высокая графика подлагивает чуть-чуть ну играть можно и с высокой но ближе к 60 конечно приятнее для глаз и для динамики игра standoff 2 стоит высокая графика нет сглаживания нет постпроцессинга но зато все эффекты на максимуме и идет очень хорошо телефон напомню стоит менее десятки да умри ты призрак давай быстрее респаун все 47 fps 50 все равно 50 давай лагай дай хейтером повод похитите ну в общем у меня нет претензий к тому как ведет и громко и смотрите это достаточно громкость полиграфия конечно топ у коробки а 10 посмотрите на реальный цвет как это так будет вообще оранжевый в реальности он ну какого-то светло-красного оттенка это нож викторинокс это браслет от apple watch у меня еще есть кола похоже на этикетку кола и батарейка зме она вот какая-то коралловая такая хороший благородный красный цвет samsung galaxy a 10 получился лучше чем я ожидал я думаю что здесь будет тотальная экономия на всем что-то как у самсунга в прошлые годы было дешевое и стрёмное чем пользоваться не очень приятно но по факту я получил классный дизайн хорошие материалы для этого класса для сравнения у меня сейчас на тесте находится еще и он р 8 а 8 а про у там он пластик какой-то совсем дешевый на ощупь здесь вот прям благородно особенно в этом цвете я рекомендую спереди смотрите выглядеть не стыдно дизайн спереди с рамками с такими соц топами сопоставим с сяоми ми 8 или пока фон f1 который стоит в два раза больше камера одинарная окей это не очень но зато фотографирует она стабильно не хуже чем одноклассники из онры или redmi а еще огромным преимуществом ашек над сяоми и онрами является прошивка ван юай хорошая функциональная стильная прошивка которая регулярно обновляется которая просто радует глаз вот берешь онр берешь redmi берешь ашку дешевую держишь их и понимаешь что samsung выше классом программисты более опытные и лучше знает что нужно пользователям exynos 78 84 конечно не хватает звезд с неба в бенчмарках антуту там менее сотки это конечно в 2019 году но немного прямо скажем однако в реальных задачах ну то что я вам показал игрушки идут но нормально гораздо лучше чем helio p60 например озабоченность могут вызывать 2 гигабайта оперативной памяти но в другой руке у меня а20 и пока я снимал пока взаимодействовал с интерфейсом играл на них я не увидел какой-либо разницы вообще они одинаково справляются с интерфейсом с приложениями вот вообще идентично такое ощущение что оперативки там ну по 3 гигабайта например или по 2 гигабайта главный вопрос стоит ли доплачивать до а20 разница между ними 4000 рублей но а 20 предлагает юсб си у него есть nfc у него есть вайфай 5 гигагерц у него есть сканер пальца у него батарейка больше 4000 миллиампер час а в одессе стоит батарейка на 3400 миллиампер час а еще у а20 amoled панель с hd разрешением и как я уже говорил для глаз комфортнее взаимодействовать с дисплеем а 10 вот вообще без вопросов 4000 рублей я считаю что не стоит доплачивать вообще между вот этими четырьмя телефонами я думаю что внимание заслуживают лишь два это а 10 до 10 тысяч рублей и а 50 20 тысяч рублей между а 20 и а 30 тоже разница сама по себе небольшая и а 30 в игрушках тормозить сильнее чем а 20 из-за разрешения чипсет а 30 не очень хорошо справляется с разрешением full hd то есть а 20 и а 30 какие-то не рыбы не мясо а 10 хорош до 10 тысяч рублей не жалко пожалуйста красивый телефон до десятки вот а 50 в своем классе тоже вот топ и а 40 вы кстати тоже какой-то ни туда ни сюда я в магазине его щупал хотел купить вместе со 10 он пришел я повертел его и пришел к выводу что не стоит его покупать вообще-то временно не утратить он маленький он очень похож по характеристикам на а 30 сканер пальца у него сзади не в экране как у а 50 батарейка там вообще какая-то смешная 3100 миллиампер час для любителей небольших телефонов а 40 но наверное ок но цена разница со 50 совсем небольшая за а 40 просят 18 тысяч рублей доплатите до а 50 samsung сейчас идет по пути онора то есть выпускает кучу однообразных моделей и поди разберись чем они друг от друга отличаются но я вам упрощаю задачу ребят до 10000 а десятый до 20000 а 50 если а 50 кажется вам дорогим то ждите скидок его сейчас вот продают найти моли по моему за 18 тысяч уже так что выбор прост мы подготовим еще несколько сравнений между ними подписывайтесь на канал чтобы ничего не пропустить жмите колокольчик чтобы получать оповещение о выходе новых роликов ставьте лайк если вам понравился этот видос с вами был евгений мобил телефон точка ру пока пока